Однажды я зашел на сервер, и в моей голове был план отстроить домик на воде, и находиться он должен был прямо возле подводных лабораторий. И как вы думаете, понравилось бы это клановым игрокам? Ответ очевиден, конечно нет, поэтому они пытались меня несколько раз зарейдить, но в основном они откисали, как этот антирадчик. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет долгий ролик под названием «Домик на воде. История Аквамена». А если здесь наберется 70 тысяч лайков, я выпущу вторую часть про Аквамена. И если вы хотите помочь мне исполнить мою мечту, подписывайтесь на канал, ведь до миллиона нам осталось совсем недалеко. Всем приятного просмотра! Мое выживание началось с того, что я отстоял огромную очередь после обновления. Ура! Ура! Я захожу! Так, в этом вайпе я Аквамен. И в этом вайпе я хотел побыть немного рыбкой и построить дом на воде, который привлекал бы огромное количество кланов. И я даже нашел подходящее место, где бы я смог его построить. Поэтому я отправился фармить деревце, чтобы скрафтить себе лук и найти каких-то фермеров. Джонни, ты куда собрался? А еще на маяке я услышал выстрел с двушки. И я понял, что я могу попытаться ее йонькнуть. И для этого мне нужно было всего лишь использовать потайной пролаз. Патронов у него не было, поэтому я переработал все компоненты, чтобы скрафтить себе чирки. Ведь с них я мог вытащить те самые патрончики. На! Ха-ха-ха-ха! На! Блочка это то, что мне было нужно, реально. На! И знаете, что больше всего меня поразило в этом обновлении? Это то, что добавили прицел. Прицел на двушку. Ха-ха! А что за жесть вообще? Так как на сервере было 700 онлайна, я спрятал все свои ценные ресурсики в смолстэш и продолжил искать приключения на мою эс. Первым делом я увидел домик, на котором сидели Ру в кемпере и побежал к нему в надежде что-нибудь выбить. А это он с чего стреляет. Хоть и выбить у них ничего не получилось, зато я уже смог затестить новую стрельбу. Короче, мне нужен дом и мне нужно оружие. Дом, я думаю, построить здесь не составит труда, потому что здесь много ресурсов. Я побежал в сторону рыбацкой деревни, ведь там я планировал отстроить свой первый домик. И на пути своем я увидел двух рыбаков, которые плавали и лутали бочки. И были они, скажем так, не совсем дружелюбны. Они пытались меня убить. Лежать. И не успел я подлутать этого лутателя и сесть в лодку, как вдруг за мной увязалась какая-то погоня. И мне нужно было поскорее отсюда спаливать. И убегать от них мне пришлось прямиком на рыбацкую деревню, ведь там меня они бы точно не убили. И на этой же рыбацкой деревне я обрел хорошее знакомство. Как дела? Блин, ну у меня хорошо. Живу потихоньку убиваю. Эти чуваки тебя обижают? У тебя есть ткань? Да мне немного надо чисто похилиться. А я могу тебе нефть дать взамен. Или там что-то на перераб. Ну у меня только есть вот... У меня водичка только есть. Кто сойдет? Ну 40 хп уже неплохо. А ты давно играешь в Раст? Да не, я только зашел. Я тоже. Я год не играл в Раст, вообще уже не помню. Можно я с тобой подплываю? Ну как? Я тебе не буду давать, но у меня оружие, ребят. Они за нами плывут. Понимая, что они меня просто так не отпустят, мне пришлось прыгать в воду, ведь у меня был подводный сет. А Баби Джон сел за руль и попытался их немного отвлечь. После чего Баби Джон мне рассказал историю, как ему тяжело играется на сервере. Я не могу. Что-то игра очень сложная. Я год в нее не играл, только сейчас зашел. Постоянно убивает. Это не по-против, я с тобой побегаю. Я просто, ну, мне одному скучно. Да. И убивает меня постоянно. И, конечно же, отказать ему в помощи я не мог. Поэтому я пригласил его в команду, и мы уже вместе отправились на переработчик. Ну, я бы тебе сказал, какими компонентами, но я боюсь, что ты меня убьешь из-за этого. Да не, зачем? Как только мы переработали все компоненты, мы поплыли в сторону острова, который находился неподалеку от маяка. И по пути туда я увидел в воде какого-то лутателя. Да я на рыбацкую плыву. Если у вас нету гарпунов, это боже. Ты не в ту сторону плывешь, друг. Рыбацкая чуть левее, да. Уходим, уходим, в воду, в воду, в воду, уходим. После чего за нами снова приблыла какая-то лодка. И мне пришлось расправиться с этим щеликом. Да, на мясо! Ну и как вы понимаете, следующую лодку долго ждать нам тоже не пришлось. Садись за руль! Стопай! Готов еще сзади один! За вопросом! Уплывай, друг! В рыбачку! У меня теперь гарпун есть! А в рыбацкой деревне мы встретили того самого челика, у которого мы забрали подводный сет. Отдайте мой сет мой. Дайте мой фулл сет. У тебя дом большой, иди и скраб возьми и купи новый сет. Это ферма. Это ферма! Это ферма! Домик маленький стоит, фулл МВК. А дом вот этот, это все ферма. Так вот, фулл МВК. Зачем тебе этот сет нужен? Иди купи его. А мы нищие, у нас даже дома нет. А я че, богатый что ли? Я че, богатый? И после небольшой дипломатической работы, мы нашли выход из этой непростой ситуации и решили затрейдиться. Не, ну хотите, давайте я вам камнем принесу и киров, типа. А вы мне сет отдадите. Держи. У меня сложно получается. Ого, спасибо. Хороший трейд. После того, как мы дождались рассвета, у нас были ресурсики, чтобы отстроить наш домик. И мы отправились на остров, который находился возле маяка. Первым делом мы схватили все компоненты и отправились на маяк перерабатывать, так как нам нужен был металл, чтобы поставить кодовые замки. Абсолютно весь скраб мы тратили на изучение, ведь нам нужно было все. Плюс лестница и... Блин, на двушку опять не хватило. Ну а после мы даже попытались полутать лаборатории. Пойду-ка посмотрю. О, хазмат это хорошо. После Баби Джон меня покинул, а у меня оставалась главная цель, найти хоть какое-то оружие. И сделать это было довольно непросто, ведь лаборатории и полностью море возле маяка было под контролем какого-то клана. Выживать на том острове было абсолютно сложно, ведь я тратил очень много времени, чтобы просто переплыть на соседний. И поэтому у меня даже появилась идея построить новый домик возле деревни рыбаков. И неподалеку от Фишинг Вилладжа, я познакомился с такими же бомжиками, как я, которые пытались выжить. Пойдем, он типа убьем с пушкой. Пошли Ой Ой, не вовремя открыл Ууу Понял После того, как у меня появился питон, я даже пофармил немного ресурсов И во время фарма я услышал какой-то замес Куда я первым делом и отправился Чувак, иди сюда, быстрее Лутай Вот этого типа Я до сих пор не знаю, что там произошло По всей видимости, они попереубивали друг друга И я умудрился залутать всё Они, конечно, попытались меня догнать Но, увы, у них не получилось Я спокойно добежал до рыбацкой деревни Беги, Демасик, беги, 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 найс! Засейвил там весь лут И побежал фармить дерево, чтобы отстроить мой второй домик И уже в этот момент Ко мне присоединился Баби Джон И мы с ним отжали какой-то непонятный деревянный домик По всей видимости, здесь кто-то только что собирался Отстроить лодочную О, так мы, получается, сейчас соседями даже будем Это неплохо Я разбил там шкаф, улучшил стеночки, поставил свой И тут у меня уже был довольно просторный и комфортный домик Меня устраивает такой дом Вот, это уже лучше, чем было раньше Ну и, конечно же, мне пришлось устроить свой небольшой ремонт И повыбивать деревянные двери Соседи у меня были абсолютно дружелюбные Поэтому я наладил с ними контакт И мы решили друг другу не мешать Давай по-соседски добавимся Ну и шо тебе? Я вот просто вот дом забрал Я могу тебя добавить, у меня уже есть А еще, оказалось, что я сам того не понимаю Ограбил этих пацанов и забрал у них лодочную Вот мой дом Какой дом? Чего? Это наша лодочная, какой твой дом? Ты че? Да? Че-то я не... Так, а на это открыто было Я просто шкаф забрал и дверь поставил И этот парень не особо расстроился И позволил мне оставить этот домик себе А лодочную он хотел отстроить уже в другом месте После я сбегал на Фишинг Виллдж Взял пару квестов И отнес основную пачку лута домой Так у меня появилось первое хорошее оружие Кстати, много МВК у нас Смотри, что я принес вам в большой ящик Охренеть, нормально Охренеть И наконец-то, спустя 4 часа У нас появилась первая печка Спустя за 4 часа Славься, печки Ха-ха-ха-ха Наконец-то я выполнил свой квест и получил удочку А так как скраб нам негде было фармить Я просто встал и начал рыбачить Реально, типа Лысый мужик с бородой Так ты шо, это брутальность 80 уровня У меня есть борода, ты скажешь мне, да? Я дам тебе селедку Селедка хороша, но к акулу не откажусь Я бы сейчас на, ну, рыбу на антиотдачу бы поймал Я таскал акулу одну за одной И в конечном итоге нафармил практически 600 скраба Домик требовал улучшения Поэтому я бегал и искал различных фармеров Чувак, нифига себе ты пофармил А еще возле моего домика частенько кто-то проплывал А так как у меня была берданка Я с легкостью мог сбить таких челиков Ооо, так он еще в антираде Я думал это бенчара В этот день на сервере происходили максимально странные дела Когда я один раз возвращался домой без хп Ко мне подбежал какой-то челик И дал мне много картошки Ооо Ооо, спасибо Вот это картохи принес А после на нашем острове появились бандиты Которые бегали и убивали всех на своем пути Я проследил за одним из них И увидел то, что они живут прям надо мной Я не знал сколько их играет Но я долго выжидал подходящего момента Чтобы их убить Так как я изучил лестницы У меня появился план Залезть к ним на крышу с двушкой И ждать когда же они выйдут Я пошел Меня в принципе все устраивает Они пытались меня догнать Но я уже был далеко в воде После того, как я отнес лут домой Я побежал снова к ним После такого эти ребята немножечко расстроились Ведь мы поймали их прям на переносе ресурсов И больше на нашем острове я их почему-то не видел Зато у меня возле дома постоянно плавали фармилы Ооо Ха Ооо, это знаешь кто был? Это флудер был с фишинг вилладжа Который иностранец Суперген Мужик, там суперген был На ткань Надо нашему соседу подогнать его А еще каждый второй бомж пытался угнать мою лодку И так как я живу практически на воде У меня появилась гениальная идея Как нафармить много скрапа Но в начале мы решили попытаться залутать карго Да, да, да Все, стой, поворачивайся, поворачивайся, поворачивайся Ай, ай, по нам стреляют Это пулик что ли? Это пулик Охренеть, сейчас умру Но знаете, когда там сидят челики с пуликом Сделать это было практически невозможно И тогда в моей голове появился новый план Изучить торпеды, купить субмарину И пойти крошить все на своем пути Но для начала я поставил второй верстак Бам, плюс второй верстак Неплохо А по пути за субмариной Я под водой поймал какого-то челика Который перевозил ресурсы Ой, чувак, это ошибка твоя Нааа К ноге Что, думал, самый умный что ли? Теперь самый мертвый Ой, тут еще один Ой, хорош-то Мужик Тут куча трупов Подводных сетов нам хватит теперь на весь вайп, мне кажется Этот тип со мной сражаться не стал Но для него у меня был особый сюрприз Братишка тебе подвезти? Браток, тебя подвезти? Давай подвезу до спальника. О-о-о! Сука, сука, бред! На! Какая же ошибка, дружок. Поплавал, и хватит. Компонентики, которые у меня были, мне нужно было переработать. А ближайший перераб был на маяке, поэтому мы отправились с Баби Джоном именно туда. О-о-о! Итого, в сумме мы смогли нафармить больше тысячи скрапа. И этот скрап мы полностью потратили на изучение различных предметов. Окей, люк готов. Точнее, грашка изучена. Сейчас патроны изучим. Сейчас в начале Томпсон. И потом экземпляр патронов. И хилки надо изучить, если они у нас есть. А у нас их нет. День уже подходил к концу. И перед тем, как выходить, я полностью улучшил домик. Ведь понимал, что скорее всего на этом сервере меня кто-нибудь зарейдит. Так, сейчас надо печку поставить. Также я добавил еще немного буферок, чтобы меня точно никто не зарейдил прям в шкаф. Ладно, я еще лодку потом пришла. Завтра ты не зайдешь, да? Ну да. Ну я зайду, но только до 10 поиграю где-то так, да и поеду. Ну, может быть, когда ты придешь, уже дом на воде будет. Что-нибудь такое интересное сделаем. Будет интересно. Я там ни разу на доме на воде не выживал. Ты не сдаешься. Ты не сдаешься в этой вонючей игре. Да. Вот так мы смогли пережить первый день выживания. На следующий день онлайн на сервере тоже был полностью забит. И мой дом спокойно простоял всю ночь. И его никто даже не зарейдил. И это был хороший знак. И стоило мне выйти на улицу, я увидел то, что мои соседи расширили свою ферму. А также для них у меня было хорошее предложение. В моем доме лежали два топовых гена на ткань, которые я мог затрейдить им в обмен на какой-нибудь процентик. Эу. Зачем ты дерешься, алло? Мы вчера мирно общались, картошку вместе ели. Ты что делаешь? What are you doing, my friend? We're friendly neighbors. Ты что? У тебя беда с башкой? А что тебе надо? Ты кто? Да мне вчера кто-то картошку принес. Вон твой друг или ты картошку принес. Я не помню. Давай, на вы. Так я рисую у вас. Я художник. Что бы он нарисовать? Сейчас я тебе скажу. То есть вот так вы поступаете, да? С постоянным покупателем. Понял. Впрочем, мне нужны лестницы. Я не знаю зачем, но они начали меня убивать. И мне это не совсем понравилось. Поэтому я побежал фармить дерево, чтобы скрафтить лестницы и чтобы я мог попасть к ним на территорию. И вот как только у меня все было готово, я решил их самую малость проучить. Не с этого вы, друзья, начинаете отношения с соседом. Сейчас я вам тут забабахаю нафиг. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Матан, нам тебя вообще... Ты идешь нахуй. Это самое главное. У нас ТНК миллион, блядь, нам поебать на твою, не потом. Оооо, ТНК миллион, говоришь? Сейчас я вам тут устрою ТНК миллион Сейчас я вам тут все устрою просто Какие ягодки Враг, 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 соло, враг Не открывай Спасибо за ягодки Ой, я сейчас тут столько говна насобираю Просто жесть Это сколько скраба выйдет Я не знаю куда мне эти ягоды девать уже Их просто некуда девать Потом он закрыл дверь сверху Но он не знал то, что нахожусь ли я внутри или нет Поэтому я решил спрятаться в самых густых кустах Он меня не увидел Жесть No open, no open solo, no open, no open Я съем всю добычу сейчас Я устану кликать, но я съем ее нахер Какие ягоды вкусные Я все у вас сейчас разобью Ребят, у вас сейчас электричество кончится О, нет, нет, патронс Ты у тебя патронс? Патронс нефиг Ты у тебя патронс, говорит Патронс нефиг Патронс нефиг Я был в ловушке и не знал как оттуда выбраться Пока ко мне не упал подарок судьбы Ну и так как у меня были инструменты, которые я мог потратить Я вырубил у них полностью электричество и вырубил воду А знаешь, почему я этим занимаюсь? Мы были хорошими соседями Братан, это гэ... Это гэгэ, бля, это гэгэ А ты идешь нахер, братан И потом они даже попытались меня закидать гранатами только не гранаты не надо нет а ты меня убил часть обезвели нарисую выйду отсюда открывайся сожалению это не сработало и тогда они скрафтили еще для меня подарков судьбы обиделся и потом я снова запрыгнул к ним на территорию ведь там у меня были еще незаконченные дела вы не обращайте внимание я тут просто электричество вам отрубаю за неуплату налогов я говорю надо платить по счетчикам а еще на их территории было то чего не было у меня а конкретно нпзшки поэтому я решил переплавить там немного нефти наглость мое второе имя конечно и как только я переплавил все что хотел я вылез с этой территории и отправился домой мне по-прежнему нужен был скраб поэтому я отправился в моря искать каких-то челиков и вы знаете в море фармил было довольно много что это нахер нафармив скраба первым делом я изучил турельку так как постоянно по домам у меня угоняли мои лодки и мне это надоело поэтому я провел электричество и когда очередной раз поймал каких-то фармеров на воде я увидел то что это мои старые знакомые которые спасали меня много раз моих прежних роликах и которых спасал я поэтому я решил с ними списаться и привести их обратно на это место чтобы они залутали свои тела а после я пытался найти место для постройки домика на воде но меня попытались перехватить клановые игроки которые жили прям возле маяка и мне пришлось с ними сражаться и как только у меня появились ресурсы я начал строительство домика на воде пойдет то что надо посмотрим какая высота будет чисто по приколу дом на воде 2 на 2 построить и заставить меня зарейдить всех а я буду просто плавать и фигачить пацанов гарпунами до сих пор до сих пор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, надеюсь, там не будет никаких крыс, потому что челик-то уже меня видел, в принципе. Ладно, я не боюсь, я никого не боюсь, я всех победю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, пока я плавал за второй партией ресурсов, мой домик на воде начали рейдить кирками. И это были мои ближайшие соседи, которые жили вот в этом маленьком домике. Ты чё тут делаешь, чёрт? Слышь, ты обалдел тут. Пошёл вон! И в этот момент я понял, что первым делом мне нужно улучшить потолки и фундаменты в металл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, хотите пофайтиться? Сейчас пофайтимся. Мне по-прежнему нужен был скраб, поэтому я отправился в подводные лаборатории в надежде, что там никого нет. Но там были два челика. О, и красная карта. И синяя карта. Скоростную ракету, плюс. Пулемёт нафиг! Домик на воде у меня стоял буквально впритык к лаборатории. И это был огромный плюс. Я мог постоянно сейвить лут. Убил. А после я узнал, где живут мои старые добрые друзья. И жили они на том самом острове, где у меня стоял первый домик. Слушай, давайте в пачку добавлю, чтобы мы знали, типа, где-то, чтобы друг друга не убивали. Давай, давай. Это... Мы уже частые клиенты. И только мы с моими друзьями пытались залутать карго, как вдруг на маяке сел злобный сосед, который не давал нам это сделать. А, меня убили. И тогда я решил затестить кромсателя 2000. Ща нафиг я тебе устрою, чёрт. Кто ещё хочет? Ха-ха-ха! Я не знаю, что вели разработчики, но этот пулемёт это просто нереальная имба. Тем временем, мои злобные рупки империи самую малость улучшили свой домик. И, судя по всему, ресурсов у них было много. И, наконец-то, через время Боби Джон заспавнился в домике на воде, которую он ещё до этого не видел. Смотри, какой дом. Квееееееет! Стоп, это пулемёт? Да. А, блин! Ха-ха-ха! Я хочу вышку ещё высокую построить. Надо перевести сюда хотя бы что-нибудь. С нашего основного домика мы забрали второй верстак. Скрафтили пару турелек и были готовы проводить электричество в нашем домике на воде. Оп! Как-то раз я пытался полутать лабораторию, но там меня встретил Раф. И я знал, где он живёт. Я появился в домике на воде, схватил берданку и стал его поджидать, когда же он вернётся домой. А компонентов у него должно быть очень много. Да-да, там челси в лодку. Ммм, 127 ВК. Ммм. И он настолько сильно на меня обиделся, что начал обвинять меня в читерстве. И тут же появились мои соседи Руфкемперы, которые просто постоянно сидели и стреляли по мне с болта. И мне пришлось отстраивать третий этаж. Всё, я от слабых застроился. Олег, я вернулся. Подними, не открывай люк. Подожди, подожди. Ага, это планы. Оно в воде уже, слышишь? Лежать! Как бы сильно они не пытались меня кемпить, но у них абсолютно ничего не получалось сделать. Убил его на маяке. Хилт нужен? И знаете, война с этими ребятами у меня продолжалась очень долго. Я на маяк сейчас встану, я сейчас на маяк встану. И как только мои соседи увидели, что я пробожу электричество и ставлю турели, они приплыли ко мне с копьями и попытались их разбить. Ой, что ты... Спасибо вам. Лутаю вам. Спасибо. И даже на воде не было покоя. Все постоянно заплывали под мой дом, пытались разбить турели и убить меня. Но как только я провел электричество, все изменилось. Привет. А, бахнет. Ваши турельщики. Я подобрал. Спасибо. Я пойду этих подсижу. Ой, так турелька в воду-то нифигово наяривает, слышишь? В домике у нас было две сопли, которые мы решили запустить и устроить здесь полнейший хаос. Все, начинается сейчас апокалипсис. Давай. Три, два... Раз, два. Не, пойдем в воду, пойдем в воду их кинем. Ну ладно. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Убил, убил, убил. А, нет, убил. Пусть в воде будет, не долутывая до конца. Домой сразу забегай, потому что там чел стреляет с торпед. Лутай себя быстрее. Себя лутай быстрее. Нет, тут клоун стреляет с торпед. Лутай их до конца, слышишь? Соседи с фермы постоянно стреляли по мне с крыши, и поэтому я решил их снова наказать. Ах да, еще они поставили турельки. Откроет он дверь или нет? Вот в чем вопрос. Ух ты. Что надо? Как раз я вам сочувствую. Вы такие невезучие, просто жесть. Ну ничего, мы сейчас вернем вам везение. Я сейчас все сломаю здесь. Ребята, я вам тут ремонт устрою. Вы не против? Мне картошки на весь вайп хватит. Ты прошел внутрь. Кажется, у вас кончились насосы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не открывайся. Пускай сиди там. Не открывай соло. Не открывай дверь. Окей? Соло. Не открывай. Соло, ай, устрой. All your stuff. В их домике я разбил абсолютно всё, даже лодки. И мне в какой-то момент даже стало их жалко, и поэтому я пытался с ними нормально поговорить. Я не буду дверь открывать, блядь. Будешь, я ты сам киднёшь. Так мне и не надо открывать дверь, тебя никто не просит. Да иди ты нахуй, я с тобой разговаривать на раз не хочу. Ты идёшь на... Ты же можешь нормально общаться, я же тебя не оскорбляю, правильно? Да иди ты нахуй, пидрак. Я тебе нормально говорю? Ты пидрак, идёшь? Да, я горю сейчас. Из-за того, что Соло не закрыл гаражки, я горю. Ну и хуй. Всё, ты довольный? Ты... это... Сделал, что у меня попка сгорела? У меня попка сгорела. Всё. Но сгорело на Соло, а не на тебя. На Соло то, что он дверь не закрывал. Я тысячу раз говорил, Соло, закрывай вторую дверь. Ну а в ящике я им оставил записку. К моему домику постоянно кто-то пытался приплыть, но турели в воде – это просто имба. И сказать честно, соседям моим домик мой не нравился. Они постоянно пытались меня убить. Убил его, слышишь? Есть ласты? Ой, ой. И когда я увидел, что с этой стороны турели у них нет, у меня появился план – ёнькнуть болтовку, которая упала на крышу. Для этого мне нужна была лестница и Баби Джон. Поехали. Плыви за мной, короче. Кинь мне лестницу, кинь мне лестницу. Я убил его. Убил, убил, убил. Баби Джон, ты где? И наконец-то отняв болтовку у них, я начал играть по их тактике – стрелять по ним с крыши. Давай, Баби Джон, делай что-нибудь. Нет, Баби Джон, ты умрёшь! Он забрал пушку! Нет! Баби Джон! После того, как мы провернули грязные девушки, я пошёл сделать себе кофе. И когда вернулся, услышал, как мои турели убивают всех в округе. Ох ты, ё, они реально рейдили нас. Я не знаю, что здесь произошло, но мне не понравилось то, что возле моего дома плавала субмарина. Скорее всего, они пытались меня зарейдить, но меня задефали турельки. И знаете, кто это были? Это были наши любимые соседи. А под домом у меня лежало огромное количество сумочек. Баби Джон, нас рейдили. Тем временем, пока я отбивался от злобных соседей, Баби Джон смог залутать нефтевышку. И привёз оттуда много лута. Вообще, я убил там четырёх МВК-сетчиков, просто вот эти пришли твои друзья и слутали. Я вот это только забрал. Нифига, там не было скоростной ракеты, случайно? Да, 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 там базуко-скоростной ракеты. О-о-о-о, ты только что спас всю ситуацию. Не, ну, ты, конечно, да, добытчик, я бы сказал. Скоростную ракету я сразу изучил, и это означало одно, что мы можем делать грязь. Наконец, мы с моими дружелюбными соседями скрафтили скоростные ракеты и вместе отправились взрывать турельки. Я не понял, там взрывают, что ли? Я так и не понял, что там происходит. Это антитанк, что ли, бушует? Всё, буст наверх. Убил типа в воде. И после того, как все ребята покинули эту территорию, потому что мы сделали всё, что хотели, я остался один поджидать их с помпом. Хоть я и умудрился залутать мпшку, правда убежать оттуда у меня не получилось. Мне по-прежнему нужно было очень много скрапа, чтобы поставить третий верстак и изучить взрывчатку, ведь у меня был план, как ограбить моих соседей. А много скрапа можно было нафармить только в лаборатории, где постоянно кто-то сидел. Сак мой пинес! Это ты опять! Сак мой пинес! Ты идиот! И наконец-то, спустя несколько часов плотного фарма, у меня появился третий верстак. Оставалось всего лишь изучить ракеты и нафармить много серы. 1700 скрапов мне осталось нафармить. Позже, пока у меня всё плавилось, я разведал обстановку возле их территории и увидел три сладеньких магазина, которые можно было взорвать всего за четыре сишки. Отличный магаз, ребят. Отличный. Я знаю, чем я займусь сейчас. Последний рубеж. Сюда, сишка. В принципе, я изучил всё, что хотел. У меня ещё 150 скрапов осталось. Короче, надо реализовывать плен. Я хочу бахнуть у них магазины. Я думаю, там будет очень много всего. Прям очень. Так. Сколько я буду всё это крафтить? Мне нужно четыре сишки, это 80 экспы. Угу. Окей. И скрафтить три скоростные на турель. Блин, а если у них внутри турели стоят? Топ. О, а сейчас я им устрою просто. Я тщательно подготовился к моей операции под названием Биг Йоник. Мне нужно было взорвать у них магазины и бахнуть печку. А лута у них в магазинах было очень много. Я докрафтил всю взрывку и начал на лежаке ждать, когда же будет рассвет. Ведь рейзить ночью это было самоубийство. Так, ладно, я их опугнул всё время выдвигаться. А-а-а-а! Ммм, ууух! Здравствуйте. Я, конечно, рассчитывал на ресурсы и скраб, но оружие меня тоже вполне устраивало. Балделище накрафченные Хорош Ограбление проходит успешно Знаете, в моем домике уже место, чтобы куда-то складывать лут Поэтому мне пришлось накрафтить еще немного ящиков После чего я взял с собой базуку и ракеты И поплыл бахать у них печку Сейчас я вам устрою тут, ребята В порядке Естественно на звуке рейда этого домика сбежалось огромное количество типов И первыми кто пришел были эти соседи Минус один Убил Я не знаю что здесь происходило, но за место тут продолжался целую вечность Но они были серьезно настроены и даже стреляли по мне с ракет Одного убил Наконец-то я добил турельку и мог уже облутать все ящики, которые находились в этой печной Ой, так тут еще скоростные есть Хорош Слушай, запрыгивай сюда, слышишь? Лутай тут Возьми, возьми Это в чайных столах было? Да Ха Уф Пулик Лутай, Джаггер Смотри, тут все есть Просто забирай все, что можешь И как только наше ограбление прошло успешно, мы отправились домой А их домик мы оставили и к же злобным соседям, которые точили на них зуб Так, я знаю чем надо заняться, надо перевести всю основу в тот домик И можно спокойно идти отдыхать Офигеть, у меня тут ресурсов уже Ха-ха В домике на воде у меня появилось довольно много ресурсов Которые точно нужно было перевозить Ведь я понимал, что скорее всего этой ночью меня зарейдят И знаете, перевозить мне нужно было очень много Потому что у меня было как минимум полтора ящика оружия И ящик ресурсов А по приезду домой я был удивлен Ведь у моих соседей полностью ферма стала металлической Они улучшили свой домик И поэтому все ресурсы, которые я привез Я решил потратить в улучшение защиты Мой дом превратился в бункер 3х3 полностью МВК А пока я занимался своими делами, я услышал взрывы ракет И рейдили в стороне моих любимых соседей, которых я доставал Скажите, что они дорейживают за нас Они рейдят их Они рейдят их дом Мужики, рейдите их полностью Мы не против Мы вот как бы только за У вас большой дом, серый много, рейдите И вот таким нехитрым способом Мне удалось натравить один клан на другой Так мой третий день выживания подошел к концу Вот что интересно О, так это домик на воде и меня никто не бахнул What? А как так вышло? Они бахнули меня по одной простой причине Основной домик у них был полностью зарейжен Да я думаю, там ничего нет, потому что МВК уже гниет Все гниет Все, он походу задеспаунил все нафиг Опа-ча Кто это тут пришел? Бабижон Короче, ты кстати видел, да, порох, нет? Смотри, сколько Да-да-да Молодец Сейчас мы забацываем ракеты И устроим фермерам сюрприз У меня, кстати, есть предложение одно интересное Я не знаю, оценишь ты его или нет У нас тут НПЗ есть Там пароль такой же, слышишь? Вот маленький домик как раз напротив Можешь туда зайти? За всю игру в России я ни разу ракетами не рейдил А еще ни разу Ну, скоро будешь Правда, надо пойти переработать вначале все Нам не хватало самую малость ресурсов, чтобы скрафтить ракеты И устроить подарки нашим фермерам Поэтому мы с Баби Джоном побежали на порт перерабатывать компонентики Я думал, мне послушалось, а мне не послушалось И наш сосед был в этот день, видимо, не в духе Потому что он по мне стрелял с крыши Ааа, по мне сосед стреляет Я его убил И вы просто не представляете, сколько же времени я потратил на крафт-ракет Че, ты готов к тому, что мы будем в онлайне их выносить? Они в онлайне? Да, да Он же по нам с крыши стрелял А можно в этом залететь к ним на территорию? Я так буду тебе более безопасно чувствовать Блин, у меня мурашки по коже от этого Не стрёмно, чё-то Нормально всё будет Через забор умеешь перелазить? Да, умею И вот, когда уже всё было на готове Мы побежали реализовывать наш план В решётку прям стреляй Ещё одну Нормально Там ещё есть турель Турель надо Минус турель Давай эту взрывать Эй, проснитесь, хозяева Это, по-моему, магазин Это, по-моему, магазин Нет, туда шкаф идёт вперёд Давай емся А, окей О, бахай просто внутрь Стой Тут открыто Тут всё открыто Давай сломаем Стой, у меня есть пулемёт Тут ещё ракеты были Мы даже полностью пробахали у него домик Но здесь шкафа мы так и не нашли Этот дом был максимально странный Спустя время на нас напали какие-то клановые игроки Которые стояли на горе И отстреливали всё, что видели Ах да И в этот же момент вернулись хозяева этой фермы Вы можете меня спросить О каком подарке идёт речь Так вот, мы до него наконец-то дошли Я их рейдил не для того, чтобы забрать их ресурсы Я их рейдил, чтобы им их отдать Соло, can you hear me? Соло Chinese friend Стой, стой, не убиваем Стой, стой, стой Просто постой, Эльбио У меня есть предложение к тебе И как бы мы не пытались с ним поговорить Он на нас просто обиделся И отвечать он нам не собирался Эльбио, ты меня слышишь? Приём Фермер И тогда я им просто написал записку В котором был пароль от моего домика Короче, рассказываю Когда он зайдёт Вот этот, Эльбио, беленький Мы у него на глазах келяемся Короче И всё, идём отдыхать Начал Эй Эльбио Келяйся Эльбио 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 Потом я заспавнился дома Пособирал все основные ресурсы Скрафтил ещё одну записку И полез к ним через забор Хоть он со мной разговаривать и не стал Но мне этого было и не нужно Мне было достаточно того Что он забрал мои ресурсы Неужели ты очнулся? Баби Джон, поднимайся Ты чё там застрял внизу? Сейчас Ой, какая красота тут Присаживайся Я так понимаю, это всё? Какой-то тяжёлый у нас выдался вайп, да? Да, согласен А о чём ты мечтаешь? Не знаю Ему я об этом не сказал Но хочу, чтобы знали вы Я сейчас мечтаю набрать миллион подписчиков И если вы досмотрели ролик до конца И он вам понравился Не забудь написать комментарий Поставить лайк И подписаться на канал И тогда мы станем чуточку ближе на пути к моей мечте Ну, это было клёво Надеюсь, я тебя в будущем ещё когда-нибудь увижу Ну, всё может быть Растория это такой сервер Тут зарождаются истории Погнали в последнее плавание Погнали Раз, два, три Но в конце я хотел бы вас попросить зайти в группу ВК и в Телеграм Ведь в ближайшем будущем я планирую открыть для вас интересные приколюхи Которые точно вам понравятся Говорить, что я запланировал пока не буду Но в ближайшем будущем вы скорее всего сами всё узнаете А ещё хочу, чтобы вы знали Фермеры воспользовались моим подарком И забрали все ресурсы и перенесли к себе И я был этому очень рад Домик на воде по-прежнему никто не зарейдил Поэтому я решил отдать ему какому-то игроку Чизи, здорово Я мечтал с тобой встретиться Чизи Привет, привет Чизи Тут, правда, дом немного гниёт В плане металла не хватает, видишь Спасибо большое, Чизи Чизи, ставь мне видеоролик, пожалуйста Либо нас двоих в конце ролика хотя бы Спасибо тебе огромное А как сюда залезть? А как сюда залезть? А чё вырубили такой штифакин? Давай Опа Опа, хорош, всё Лайк под видео, подписочку, колокольчик, всё, хорошо Всё, убейте меня У меня тоже на изучение, а у меня нет Всё, прощай Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok